Арест на банковские счета, недвижимость в виде квартиры и домов – и это еще не все. В соцсетях опубликовали постановление Генеральной прокуратуры, в котором указывается, что с 29 апреля ни депутат Аскарбек Шадиев, ни его супруга не могут распоряжаться своим имуществом. Судя по списку, который представлен надзорным органом, семья Шадиевых владеет немалым состоянием. Расчетные счета, банковские ячейки более чем в 20 коммерческих банках, 50 или 100% доли в более чем 10 компаниях. Арест наложен также на личное имущество, две квартиры, два жилых дома, один автомобиль и одно нежилое помещение. В ГКНБ информацию об этом подтвердили. В данное время в рамках охраны возбужденного уголовного дела проводится расследование. Уголовное дело, напомним, в отношении депутата, бывшего первого вице-премьера Шадиева, было возбуждено по факту незаконного выделения 30 тысяч долларов для вручения премии Ченга Зайтматова в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которая в этом году не должна была присуждаться. На тот момент Аскарбек Шадиев был председателем Комитета по международным делам обороны и безопасности. И он подписал письмо о необходимости выделения этих средств и направил его на имя Турагач-Гуркукинеша. В результате государству был нанесен ущерб в размере чуть более 2 миллионов сомов. Дело возбуждено по статье 304 «Злоупотребление должностным положением». Между тем, связаться с самим Аскарбеком Шадиевым или его помощниками не представляется возможным. Кабинет в Джугуркуке, конечно, закрыт. На телефонные звонки его помощники не отвечают. По последним данным, которые распространили, кстати, сами приближенные Шадиева, он по состоянию здоровья покинул страну и вылетел на лечение. Куда, правда, не сообщается. Но там ему должны сделать операцию на сердце. Правда, в ГКНБ, кстати, как и в самой фракции Бирбол, эту информацию опровергают. Депутат границу не пересекал. Шадиев сейчас находится в стране, заявил парламентарий Аклбек Джапаров. Более того, заявили в парламенте. Аскарбек Шадиев к сумме в 30 тысяч долларов никакого отношения иметь не может. На мой взгляд, окончательную точку может ставить только суд, виновен или не виновен. Из слов самого Аскара Алимбаевича и из тех материалов, которые были представлены нам, мы думаем, что здесь были, может быть, какие-то нарушения, но чтобы было желание присвоить эти 30 тысяч долларов, не было у Аскара Алимбаевича. И не такой он человек. Так он сейчас, значит, на территории Урагестана, да? По моим сведениям, он пока на территории Урагестана. Ну, говорить что-либо, когда идет следствие, неправильно. Но скажу одно, он входит в число богатых людей страны. Если бы речь шла о трех миллионах долларов, я бы еще согласился. Но 30 тысяч, ну не знаю. Кстати, уголовные дела в отношении госчиновников именно по статье злоупотребление должностным положением возбуждают чаще обычного, говорят юристы. Состоит она из четырех пунктов. Если по первым двум наказанию может грозить от трех до шести лет с конфискацией имущества и без, то за деяния по третьему и четвертому пунктам наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. По части первой, это 304 статьи, штраф от одной тысячи расчетных показателей до двух тысяч. Это от 100 тысяч до 200 тысяч суммов штраф может быть. Либо лишение свободы от года до трех лет. Это, соответственно, говорит о том, что по части, часть первая, 304, относится к категории, значит, не представляющих особой общественной опасности. То есть, далее, часть вторая, мы видим, что размер штрафа увеличится, соответственно, и увеличивается лишение свободы, которое может быть назначено. Это, соответственно, говорит о том, что это относится уже к менее тяжким преступлениям. Часть третья, часть четвертая, это тяжкие и уже особо тяжкие преступления. И еще очень важно, по части четвертой, статье 304 Уголовного кодекса, то есть злоупотребление наложительным положением, лицами занимающихся, соответственно, ответственное положение, то в этом случае сроки давности, согласно поправкам 2012 года, сроки давности на их деянии не распространяются. Кстати, заявление от фракции Бирбол в парламенте обещают озвучить уже в ближайшую среду, после того, как изучат вопрос по Шадееву сначала у себя на заседании. Сегодня же в Сенах Джогурху Кенеша нардепы на тему Шадеева говорят неохотно, объясняя свою немногословность интересами следствия.